Тема номер один – резонансная ситуация с запретом посещения пляжей с 8 вечера до 8 утра. Но вовведение просуществовало менее суток. Почему в воскресенье вечером в местах прохода на пляже появились цепи, ограждающие ленты? Этот вопрос глава города адресовал арендаторам прибрежных территорий. 100% просто пляжники, специально из-за того, что на них начали нагружать то, что они должны делать, а мы требуем только одного – безопасность. Они взяли, сделали все так жестко, и именно с местными жителями, чтобы обратить внимание на себя и показать. Видите, что мы делали? Заборы там поподелали. Зачем это делать? Мы ведь не против того, чтобы местные жители окунулись, как они говорят, и утром в 7 часов они выходят. Это вредительство. По мнению главы города, арендаторы ввели режим посещения пляжей, чтобы, как говорится, упростить себе жизнь. А именно, не заботится об обеспечении порядка на берегу в ночное время, когда заканчивается работа у спасателей и медиков. Дело в том, что по условиям аренды на пляжах должны дежурить не только спасатели, а и охранники, причем круглосуточно. Но многие коммерсанты об этом, видимо, забыли. В пример, приводили пляжи пансионата Гренада и Хостинский. Накануне там в ночное время утонули два человека, один из них был в алкогольном опьянении. Причины трагедии сейчас выясняют следователи. А муниципалитет, в свою очередь, намерен расторгнуть договоры с этими арендаторами. Анатолий Пахомов также поручил своему заместителю Олегу Ясюкову проверить, как соблюдается безопасность во всех зонах отдыха у моря. Олег Валентинович, нужно делать выводы. С кем мы и хотят ли те, с кем мы, действительно безопасности наших отдыхающих, хотят ли они комфорта нашим отдыхающим, либо это слепые, значит, мздоимцы, которые хотят просто денег заработать любой ценой. Вот с теми, которые любой ценой хотят заработать денег и при этом забывают о безопасности, нам не по пути. Обсуждали и чистоту моря. По данным Роспотребнадзора, сейчас в побережье Сочи вода чистая, как никогда. По мнению мэра, таких результатов удалось добиться впервые за многие десятилетия. Это результат работы предотвращения несанкционированных канализационных стоков в реке и ливневые коллекторы. По требованию главы курорта, Сочи Водоканал продолжит борьбу с нарушителями природоохранного законодательства.